После предыдущей проверки областного министерства экологии не прошло и двух недель. У стен Союз СНАБа вновь мобильная станция экологического контроля. Жалобы у жителей и предприятия все те же. Стойкий запах приправ опять в воздухе. Особенно по ночам он накрывает микрорайон Южный, жилые дома на железнодорожной улице, детские сады и школы. Судя по списку адресов, откуда приходит обращение в ведомство, в последние полгода надоедливая ароматерапия двинулась дальше в город. Регулярно сладко-неприятный запах с, может быть, примеси, ванили, каких-то пищевых добавок, что-то вот такого кондитерского. Ну, я понимаю, когда это скоротечно, вдруг запах, это может быть даже приятно. Но когда это регулярно, это просто-напросто тошнотворный рефлекс вызывает. На самом деле мы даже не можем форточки дома открыть, о кислороде вообще не идет речи. Чтобы взять пробы воздуха, эксперты сертифицированной лаборатории буквально идут на запах. Он то появляется, то исчезает, пока передвигаешься вдоль завода. Сегодня чувствуется пресловутый аромат паленой гречки. И такое можно учуять. Он беспокоит не только обоняние, но и вредит здоровью, уверены красногорцы. Даже и Павшинская пойма чувствует этот запах, особенно вот этот район и наш район. Много ведомства, очень много писали. У нас даже уже плакаты на подъездах люди пишут о том, что не оставайтесь спокойными, пишите. Для чистоты эксперимента пробы воздуха берутся в нескольких точках с учетом розы ветров. Для исследования также важны такие факторы, как влажность воздуха и температура. Сейчас происходит отбор проб, пакет пробоотборный путем. Компрессор закачивает в течение 20 минут в этот пакет воздух. И в стационарной лаборатории мы уже проведем анализ на газовой хроматографе. Анализ взятых воздушных масс проводится на наличии 50 летучих веществ, которые считаются вредоносными. Ацетон, формальдегиды – то, что лучше не вдыхать полной грудью, должно оседать на фильтрах того же «Союзнаба». Они были у нас на совещании в министерстве. Они установили системы фильтрации. Но, видимо, они не до конца очищают. И мы ощущаем эти запахи. Штраф от 180 до 250 тысяч рублей. Возможен штраф. Закрыть предприятие невозможно, потому что здесь должны быть источники намного сильнее и интенсивнее. По итогам исследования проб взятого воздуха, цитата, «загрязняющих веществ не обнаружено», говорят в Минэкологии. А значит, ущерб окружающей среде завод не наносит. А вот как влияет такая атмосфера на здоровье человека у дел других инстанций – Роспотребнадзора и санэпидемстанций, уточнили в ведомстве.